Есть Doom, есть Висмастер, есть Enchantress, есть Висп. Вот четыре героя, которых неплохо бы, наверное, как-то разыграть. Я бы банил Висмастера и брал Виспа. Забанил Бариона? Бариона, бутрейдеры. Ну, может, Фариона опять выйти. Но лучше Дума забирать. Как видишь, Висмастера забанили. Сейчас OG должны определить, с тем играть они через Виспа или нет сегодня. Не, мне кажется, что сегодня OG через Виспа не играют. Вообще не могут. Вообще могут. Вообще могут. И они играют. Могут и хотят. Вот так вот. И самое время его контрить. И закрепляют Спектрой на второй пик. Вот это серьезный подход. Это действительно мощно. Не палят саппортов, все нормально. Так, ну и хорошо. То есть знаешь, что у противника Спектра просто под Виспа кого-то взять, кто в Лейде гипотетически этот самый Спектрой разваливает. То есть, мне кажется, любой лезионист хорошо зайдет, типа ЦК. Ну, да, но мне кажется, что брать ЦК... Не, мне кажется, Слейтера можно повременить. Не, можно провести, вообще глобально думать об этом. То есть, если ты делаешь расчет, что у тебя, например, будет рандомная ЦК, то вот под него добирать до героев, которые позволят списаться, пока он фармит с Фармли, там плюс один, и после чего будет иметь возможность ломать ТВ-Ра. То есть, я бы, на самом деле, по такой игре даже какого-нибудь Шарака был бы рад увидеть. Ой, да нет, мне кажется, что вряд ли есть, и морфы. Я думаю, что прям самый жесткий лайк. На месте OG я бы постарался как-то так сделать, перехитрить Ньюби, чтобы они не поняли, а где-то в Ласт Пиком бахнут какого-то Бристалбека и прийти в Висп Бристалбек в сложную просто против Спектрой какого-нибудь одного саппорта. Если Ньюби возьмут, например, еще Тайда себе, и Дума окажется в итоге саппортом, можно приходить в Висп плюс какой-то один герой, очень жестко развлекать Спектру, и не давать ей просто дышать на линии. OG сейчас просто сами могут забрать всех толстых персонажей у Ньюби. Сейчас, да, вот эту Бристалбек. На самом деле, если Бристалбек приходит, ДК в мид, а Дум Саппорт, еще антимага добрать на изи-линию, потому что у тебя будет фри-фарм антимаг и совсем не фармящие Спектра, и просто на перефарме легко будет выиграть. А Ньюби все знает, Ньюби понимает эту историю. Понимают, да, хорошо. Я думаю, что еще и Джаггера могут убрать. Просто, чтобы не было. Чтобы не захиливало так жестко. ДК под виспом и под палкой. Ну да. Можно просто не бить ДК на самом деле. Мне, кстати, не очень нравится, что Миракл будет играть на ДК. Все-таки герои не на исполнение. Герой Нотан стоять на месте и просто бить по Таурам. Но это Нотейл для Нотейла, я думаю, ДК. Вполне вероятно, что для Нотейла. Так будет намного лучше. Как они уже делали, просто пересвап линии. Нотейл на этом турнире как раз на ДК и играл. Вот когда OG играли на групповом этапе, вот там был, по-моему, у них два ДК. И если мне не изменяет память, ну это можно посмотреть на статистике, на результатах, то именно Нотейл играл на ДК в то время, как Миракл выполнял как раз роль Терри. Роль Дроу Рейнджера он выполнял. И это, кстати, тоже есть вероятность, что такое может произойти. Нюби забыли про Дроу Рейнджера. Они хотят хилиться. Баниль всегда в третий бан, а сейчас зашел Бристиллбек. Если они сейчас зовут про Дровку, он под ДК спокойно может зайти Дровка. Мне вот опять же нравится пик ОВС и бан аппарата. То есть они вот рассчитывают продлевать захил. То есть еще, возможно, какой-то ВД заедет. Они могут разводить, они могут вообще не думать ни о каком захиле. Они действительно могут усыпить длительность, заставить забанить сейчас Джаггера. Именно потому, что там Нюби подумают, о, там еще аппарата банят, надо Джаггера убрать. Или Хуско вот. Хотя Хуско они, может, реально хотели. А в итоге ОДЖИ действительно могут выйти просто в Дровка пик по итогам. Дровка против пик Терри будет ли работать? Пуш за 15 минут будет работать. Это да, но вот а если не пойдет? Когда там фльзы и урна. Если не пойдет, то как вторая игра будет? Кто не рискует, тот не пьет шампансия. Китайцы не рискуют, никогда вот не берут чего-то, чтобы не затерпят в ЛТ. И в ней тоже все хорошо. Вспомни Нюби против ОДЖИ, полуфинал Винров, третья карта. Абсолютно идентичная ситуация. Две карты напряженные и просто до невозможности. 50 минут замесы, развал кабинетов, перевороты. И третья карта. ОДЖИ берут пуш и выносят. Именно. И выносят. Возможно, возможно. Сейчас посмотрим. Это очень интересный драфт. Ну, надо четвертым пиком тогда ее будет забирать. У Ньюби ведь жадновато уже немножко. Немножко это называешь? Это самый жадный пик в истории пока у них. Сейчас еще какого-нибудь жадного SF в мид. Да нет, Ньюби должны понимать, что они под большой грозой. Нужно как-то пытаться разбирать сильных персонажей. Кстати, интересно, что Юрспирит до сих пор не в пике, не в бане. Хороший спорты нужны сейчас. Просто очень хороший, жесткий спорты, которые могут противостоять и не будут приседать в ЛТ. Дизераптор какого-то надо брать. Или ВД. ВД хорош. ВД лучше даже. Дизераптор тоже неплох. Дизераптор похуже. Не, можно попробовать, знаешь, этот ход коням Даззл взять. Но вот это очень слабо. Это вот слабо в начале. Так, вот они решают. Ну, не знаю, то есть мне вот, если сравнивать Винтер Верну и Дизераптора того же, то кажется, что Дизераптор лучше зайдет. Это, ты знаешь, Дизераптор просто вообще не умеет обороняться. В отличие от Винтер Виверну, у нее неплохой нюк все-таки от спам. Да, ну вот начинается драка, и вот что она сделает? Ну, поставить ульту, наверное, да. Да, ну вот. Дизераптор убьет больше, чем одного виска. Да, на фокус логерой просто со своим ультимейтем, вот и все. Сбоку подлететь, как это обычно бывает, там, издалека пыльнуть в Винтерскерс и просто кто-то умрет. Да, это Дровка на четвертой пеке уже прям, прям, прям там. Прям, ну да, похоже на то. Окей, играем от расчета, что будет Дровка, кого ты возьмешь? Отпустили. Да, Дровку. Не, ну, она тебе не очень нужна. Да, ты абсолютно прав, она мне вообще не нужна. Ну, здесь, наверное, мне кажется, нужно в мидл брать для какого-то героя, бойца. Может быть, пака даже. Но мы ему на паке-то не видели, фактически. Четвертый пик для ньюби. Какой герой это может быть? Они думают, они понимают, что они будут угрозой. Отпушивать будет, надо будет чем-то драться. Дума нельзя ставить, думаю, в оффлей надо отправлять, чтобы он там какие-то левела получал, а нужно два отпушера, чтобы надо на спорта сложить. Против Дровки без пайвен еду. Один есть, еще второй нужен. Может, какой-то рыватель. Сейчас может иероспирит за то же самое заедет, потому что это неплохая драка в середине игры. Иероспирит, конечно, не отпушивать, но можно попробовать поддраться. Просто-напросто. Когда к тебе подходят, и ты всеми скиллами нападаешь, иероспирит влетает там. Делаем бах-бах. Так, мы посмотрим, что Ньюби придумают. Нужно что-то решать с этим пушем. Хотя, кто его знает? Уджита, мы еще не знаем, что они Дровку возьмут. Они сейчас возьмут, и все опять все изменено. Дарсиров. Под комбинацию. Неплохо. Это неплохой вариант. Как минимум, это фаст Мека, чтобы в драку заходить под Мека, и можно было драться. Ну и что, Дровка или У-9? За Дровку. Мы за Дровку? Да, Дровка. Просто если сейчас ее не пикнуть, она в пятом бане от Ньюби отлетит. Если они какого-то сейчас еще рейнджевого возьмут в харду, тогда точно. Они, возможно, всех запутали, и Ньюби в том числе, и сейчас возьмут просто что-то совершенно другое. Кто их знает, опять же, Джекернаут не в бане, а он вполне себе неплох здесь. Это тот же пуш будет? Ну, как бы не тот же, но тоже пуш. Но это Дровка. Киталось после второго пика. Ну, от Фуриона банитесь, Ньюби. А то если у Фуриона еще будет, это будет совсем жестко. Ну, то есть надо харду выигрывать хотя бы чужую. Имеется в виду, где-нибудь Дровки. Кстати, есть потенциальная идея, возможность пойти к Дровке, но от героев не те, конечно. Набор очень странный. Не с кем идти, хотя... Ну да, не с кем. Непонятно вообще, как можно пойти в сложную. С Думом... Думлича добрать? Думлич. Думлич. Нет. И Дарксир в мид. Им нужна драка. Ньюби нужен пак. Или Клин оф Пейд, мне кажется. Чтобы просто под Дарксира заливать комбинацию и пытаться убивать. Ну, они сейчас убьют сначала Лаз Героя, поймут, кто куда точно идет, не будет ли Дреблы в харду и так далее. После этого уже будут убирать все герои, и мы тоже скажем, что мы думаем. Я не знаю, зачем они сталкеры завалили, но тут очевидный же пуш. Нужен какой-то герой тоже под этот пуш. Хурион считается больше всего. Хурион... Это герой под Меку? Конечно. Это ранджавик, это пеньки для танкования. Скоро от барабанов будет. Ну да. То есть Хурион тут вроде как идеален. А может быть китайцы готовились к гдровке, и вот они готовы играть против нее таким пиком? К гдровке трудно подготовиться. Не уверен. Я просто думаю, они уже просто стукнулись об этом на плей-оффе. Стукнутся еще раз, похоже. Да, Клин оф Пейн Банян действительно был хороший игрок для Ньюби, но остался пак. Другой вопрос, что мы ему, по-моему, ни разу не видели на паке. Пока можно самим забрать и OG. Спокойно куда-то тоже так же в оффлейн поставить. Пускай стоит там. Пока никто ничего не делает. Винтер Верна слабо его пробивает. Ну, соответственно, в комбинации с спектрой тоже слабенькая будет линия. Они могут взять какого-то героя еще с виспом, который туда просто пойдет вдвоем с виспом. И они там вообще не дадут дышать этой спектре с Винтер Верна. Это ужасная линия. Джайгер неплохо в оффлейн. Джайгер в оффлейн. Легион, командор. Легион. Не, ну... Нюкс-нюкс-нюкс. Нюкс-нюкс-нюкс. Сайдхантер. Легион такой. Акс. Джайгер хороший, Фрэн хороший. С чистым уроном. Легион неплохо. Чуете? Не, ну как я это делаю? Ну все правильно, все правильно. Но это даблай. Виспакс. Это очень серьезная история. Я не знаю, у него огромные траблы в этой игре. Спектре нужно очень много артефактов, чтобы пробивать этот игр. Нужно героев, который настолько унизит ДК, что позволит выиграть не только медленнее. Кого героя не существует. То есть надо придумать. Недавно же геомансер какой-нибудь, который придет просто на третьем мере второго геона, начинает убивать его раз, второй, третий, четвертый. И потом разваливает всех, потому что вот кроме Аксакова... Тинкером сыграть. А у него нету. Слишком долго, мне кажется, он не успеет просто купить себе ничего. Нужно обязательно выигрывать в ДК линию, причем вот с учетом того, что возможно будет переходить висп. Да, да это будет тяжело сделать. Кажется, там может вот вайпер взять? Да вот вайпера, да, но как-то мне кажется, он здесь вообще не смотрится. Его просто будут уничтожать. Надо что-то мобильное. Тинни, вот так, раз каст попробовали. Ну что, посмотрим? Жадненько. Ну, хотят комбинировать, хотят защитить ставить. Странненько. Спектру опять отжирать. Хотят жить костами. Решающая третья карта. Ньюби против OG начинается прямо сейчас. Мы возвращаем наше слово в зал. Мэл Шторму и Light of Heaven вам слово, ребят. Ну, у меня просто какое-то дежавю. Опять третья игра. Две напряженные. И в третий. И в третий Draw Ranger плюс Винга очень сильный пуш в исполнении OG. Посмотрим, смогли ли Ньюби за это время придумать что-то, какую-то комбинацию или, может быть, игру и законтрить этот пуш. Ну, я так понимаю, ставочки здесь скорее в пользу OG пока что. Я думаю, да. После того, что произошло, болеем Дичоня, после того, что напикали Ньюби, довольно-таки много они себе позволили в этом драфте взять, я могу сказать то, что смело вся инициатива за OG, и они, скорее всего, будут условия игры диктовать. Да, это четыре милишника против Draw Ranger, ДК, Винги и очень хорошего пуша, и защищаться будет очень-очень непросто. Но посмотрим, возможно, что-то особое приготовили для своих соперников. И начнем представление команд OG. Fly будет играть на Винге, Creed на Веспе, Miracle на Dragon Knight, Moon на Axe и No Tail на Draw Ranger. Команда OG. И, в свою очередь, команда Ньюби, где какая играет за Дума, Mootini, House, Spectra, KP на Dark Series и Чуань Винтерверна. Ну, посмотрим, начало здесь имеет очень важное значение, потому что если OG смогут выиграть начало, то дальше сломают вышки они очень-очень быстро. Начало отличное, отдают Dragon Knight, нет, Веспу все же отдают немножечко золота и опыта за вард. Сносят этот вард. Не дают возможности никаким образом контролировать хард-линию свою Ньюби. И KP здесь придется тяжко. Может быть, сразу стоит пойти в лес. При том, что у самих OG Axe и пробивать его особо нечем. Спектра слабенькая на первых ловелах. Винтерверна, Doom, это не то, что может его прямо так жестко прогнать с линии. Посмотрим. Баунтирун забирает Miracle. Будет стоять он против Тини. Кстати говоря, тоже интересный пик. У Тини очень много белого урона. И Dragon Knight со своим дыханием этот белый урон срезает замечательно. Я так понимаю, они искали какого-то себе героя, который способен дать хороший прокаст. Это раз. И вариант номер два, это что обязательно нужен был какой-то танк под щитки Дарксира. Ну, это единственный, наверное, за счет чего Тини здесь может вывозить вообще единственный герой. Потому что казалось бы, что есть спектра, и нужно как-то два лета дожить. OG собрались кушать. Но вот посмотрим, как Мус может реализовать Тини. Да, пока что начинаются у нас тут разминчики. Все формят. На линии Dragon Knight стоит замечательно, потому что урон режет, армор у него хороший. Если они с Тини пойдут размен, то, естественно, Dragon Knight это выигрывает. Плюс у него потрясающая пассивочка, которая гарантирует ему размен плюс. Ну, а тем временем сверху Мун как-то немножко загулял. Хотя, я думаю, он сам захотел разменяться. Вот так вот забирает Персблак КК. Ну, сильнейшая линия для Муна, но он, по-моему, подумал, что он слишком сильный. Ну, не, я бы сказал то, что Мун пока в своем стиле. Вот он умер первого уровня, выбил классочку, потому что он даже не старался убегать, понимаешь, что его никуда не отпустят. И заходит в Крюков в очередной раз. Ох, шатат Мун. Ох, шатат Мун, да. Вот за ним бы посмотреть, как он будет дальше себя вести, потому что он может пойти в лес. Ему не обязательно стоять на линии со Спектрой и давать ей киллы. Ну, начинает пока что фармить Акс здесь с помощью Кантер Хеликса. В свою очередь, Дум дает ему Инфернал Блэйд. Пытается как-то прогнать. Тинни здесь не жалеет ману, которой у него не так уж и много. Ну, и просто все тратит ее. Да, есть уже Боттл довольно быстрый. Да, Дарксир, в свою очередь, он как раз понимает, что Дрорейнджер, Висп и Винга, скорее всего, крипам просто не подпустят. Даже несмотря на то, что он будет кидать два щитка, все равно крипы будут пушиться, а без эксплун останется. Поэтому вот он делает грамотное решение и уходит в свои леса. Вот, видимо, то же самое сейчас делает и Мун, который забирает дабл дэмэдж на Аксе. Но может, кстати, пойти попробовать и эту ДД реализовать. Ну, и все-таки тоже те же леса. Ну, такая тоже реализация. Все-таки с дабл дэмэджем фармит он чуть побыстрее. Да, Дарксир. Скоро третий возьмет, и как только он возьмет третий, он сразу станет быстрее фармить. Но его нужно наказать за это. Когда Дарксир уходит в лес, а у тебя на линии Винга с Аурой, Дрорейнджер с Аурой, и в этом Висп может давать тебе атакс пид, то тут нужно идти и вышки забирать, потому что они будут падать очень быстро. Да, и что и делают? А Дарксир не готов тпшиться. Мы видим, что прилетает сюда Чуань. Суппорт на подсейв. Агрит на себя крипу. Старается улететь, у него это получается. Но крипы идут за ним, и это самое главное, что ему удалось сделать. Да, сплинтер бласт, хороший нюк для того, чтобы отпушивать. И есть еще и Арктик Берн, с помощью которого удалось улететь. Тем самым Дарксир не отвлекается. Чуань сейчас получит немножко дополнительного экспириенса. Хотя эту вышку могут потерять все равно. Но пока что по ней не сделали ни одного удара ОДЖИ. Да, ну что они свою задачу сделали? Теперь нужно звать Дарксира назад, потому что вдвоем они могут и пободаться. Если вдруг какой-нибудь Дум также сможет сделать тп сюда. Интересно, пойдут ли? Ну, летит, летит Дарксир. Приходят. Ну и вышка не пропушилась. Дарксир там взял уже себе почти четвертый уровень. Ну и теперь можно стоять один. Можно кидать два щитка, линия пушится, и там ты уже на верочку забираешь крипов. То есть даже не получится заденать. Все-таки при щитках второго уровня там получается почти сотка урона. И тяжело с ним справляться. Ну и при этом мы видим то, что ОДЖИ, они, видимо, гадали то, что, скорее всего, будет так. Поставили вард на блок импа. Теперь Дарксир там фармить не может. И его нужно убирать. Вардец-то нет. Ну, пока что не спешит Дарксир. Тем временем, Му у нас интересно действует. Закидывает ДК прям под тавер. Но у ДК очень много армора. И пока что чуть-чуть лучше свою линию стоит Миркл. Забирают обе руны игроки ОДЖИ. И возвращаются на линии. Чуть-чуть превосходят по крипстатам Дроу Рейнджер и ДК спит-тру и Тинника. Но, как мы видим, Дарксир также имеет очень много. И при этом есть еще Дум, который продолжает поедать крипов, фармить. Но, опять же, начало более-менее ровное. Благодаря тому, что перетянули Винтер Верну на низ, в это время получается, что остается у нас Спектра плюс Дум сверху вдвоем против одного Акса. И Акс с большой вероятностью будет их напрягать. Вот мы видим там Дум бегал. Постоянно бил Акса Инферном Блейдом. Но теперь идет на центр. Находит Миракла. Подходит Чуань. Нужно замедлять. Вис начинает спасать. Тизерит. И Драгонайта не взять. Очень толстый. У него там 7 вармора. Много ХП. Так, и сейчас в ответ Кунаму. Атака. ДК бежит. Все дальше и дальше. Но выкидывает его с помощью ТОСа. И Вис может погибнуть. Да, погибает Вис. Браво. Сплинтер Бласт нету. Есть стан у ДК. Кака пойдет ли дальше? Очень здорово Миракла отыгрывает. Вот стан в Дума сейчас очень важен. Потому что если он получит Инфернал Блейд. Который, кстати, взят в двоечку. Необычно. Да ему, можно сказать, потек. Как он хорошо-то сыграл в этом моменте. Да, здорово. Заманил. Заманил. И 2-0 Ньюби по-прежнему ведут. Но хотя на линиях у них все довольно шатко. И в любой момент команда УДЖ может перейти к наступательным действиям. Дарксир не позволяет свой Тауэр продумаживать. Пока у Дровки нету действительно большого количества урона. Не дает ей подойти. Да, я сказал бы он пользоваться тем, что Вис побежал. И вот без Виспа вдвоем может и не получиться. Его забрать пока Дровка не возьмет себе шестой уровень. Нужно больше дамаги. И теперь он снизу развлекает двоих. Вот в этот момент возможно даже Винге можно перетянуться к тому же Аксу наверх. Потому что Дрова Рейнджера и одна может стоять. Дарксир ей как бы не особо помешает. А в свою очередь как бы Спектра стоит одна. У нее помощи вообще нет. Разве что какая-то Винтерверная. И вот та же Винга с Аксом могут ее напрягать. Выход на руну. Нет. Мираклу здесь объяснили, что руна ему не достанется. Тиник берет интересный артефакт. Тот самый Инфьюзед Рейндроп даст ему реген маны дополнительный. И поможет защититься от прокаста. Да. Я бы сказал, что это вообще лучший артефакт в плане цена-качество. Да еще на ранней стадии игры. Поэтому как только он покупается, это почти как книжка. Нужно ее покупать в одно мгновение. Лучший выбор. Так. Ну ДК продолжают отхиливать. По-прежнему у нас очень пассивная игра. Буквально два фрага команды забрали. Оба достались Ньюби. Да. Ну вот Тиник как-то не получится у них его убивать. Потому что принес он Боттл. Забрал Эгент. Там закинет раз Крипов Гречкой. Во второй раз кинет Тос. То есть в любом случае не получится как-то им его напрягать. Поэтому нужно уделить внимание. Вот которое уделяет, кстати, Ньюби. Муна нашли. Заходит Тиник. Засыпает. Очередной фраг для Му. Да. Без шансов для Акса. Магический прокаст. Он не может пережить на такой стадии. Да, ну прям блестяще вообще отыгрывает эту серию. То есть что в первой, что в второй, что в третьей игре он великолепен. Прям вот видно, что собрался парень с мыслями. И возвращается на центр. Да, здесь начинают бить вышку. Не очень хочется позволять это делать. Да, вот интересно, а смогут ли они его забрать? У него там форма больше десятки армора. Он вообще никак. Прогоняют. Просто прогоняют. И так аккуратно действуют. Хотя вот сейчас засыпал, подкинул. Ультспик 3. Пошел Инфернал Блэйд. Очень жестко проседает Миракл. Сплинтер Бласс. Сплинтер забирает Чуань. Ну очень круто. В пятером забрали и перетянули сюда всю команду. Да, в пятером забрали. Но, блин, как же тяжело его убить. Если бы он буквально там, ну, пораньше начал убегать, он скорее всего еще бы и выжил. Ну, не уби молодцы. Учитывая то, какой у них пик. Учитывая то, что у них лесной дум. Это жадность. Тини в миде. Это тоже небольшая жадность. Пока он не купит себе артефакты. И спектра. То они пока разносят OG. И как мы видим, OG не забрали вообще ни одной вышки. Что довольно-таки удивительно. Да, за 8 минут. Более того, все ТВРа стоят достаточно в хорошем состоянии. Начинается здесь битва за руну. Дум раздает. Ну, по-моему, слишком сильно заигрался КК. Хотя получает Сурч. Бежит до конца. Пытается забрать Флая. Забирает Флая. Но и сам КК падает. Размен. Да, я думаю, нормально. Один в один. Ну и продолжает фармить у нас Спектра. По Нетворсам. Дроу Рейнджер идет на первом месте. На втором месте Спектра. ДК и Тини практически в Роме чуть-чуть опережает ДК Тиника. Но Дум практически как Хардлайнер имеет Нетворс. Даже выше. Хотя это Суппорт. Ну, вообще приятно. Забежал в лес. Скушал Крипа. Пошел кого-то гонять. При этом получаешь еще икс Пуи на линии. Скоро ульта. Да, опять зашел. Скушал Крипа. И вот так вот раз в минутку. Пятого уровня. Очень много дает экспириенса. Конечно, очень все равно будет тяжело защититься Ньюби от Пуша, когда в него уже выйдут. Но в каком-то лейтгейме, честно говоря, пик Ньюби выглядит просто... Ну, скажем так. Если игра зайдет в лейт, то там Спектра, Тини, Дум. Это все уничтожает вообще весь пик Уджи. Но, с другой стороны, они вначале могут отбиваться. У них Дарксир, который вносит много импакта, если берет себе быстро 8-9 мека, вешает щитки, и щитки там уничтожают. Потому что Уджи вряд ли купит БКБ-щики первыми артефактами. У них отличный спам от Винтерверны издалека. Кулдаун там маленький, по-моему, 7 секунд. Да, нападение Тини. Успевает Миракл дать стан. Отличный гаст от Роу Рейнджер. Но Какао уже успел включить землю. Миракл сейчас будет выкидывать Миракл. Нет, спасается. Да, и дальше, естественно, идти не надо. Даже если мы никого не забрали, то в любом случае сюда мы всех стянули. И Спектр продолжает фармить. Пока у Акса нету блинка, то мы продолжаем стараться Уджи как-то развлекать, чтобы у Спектры было пространство. Получается. Так, ну и не подпускают ДК к этому вышке. Слишком хорошо закидывают Ньюби свои скиллы издалека. Это, опять же, Сплинтер Бласт и плюс Рокаст Тини. Так что там, если все это попадает любого героя, кроме ДК, это почти сразу ваншот. Ну что ж, 11-ая минута игры. 5-1 в пользу Ньюби. Спектру оставили на фрифарме. Сейчас попытаются убить Тини, успевая дать гречку. Тут же Хао перетягивается. И Крит очень больно проседает. Минус Крит. Отличная игра от Хао. Не стал он засиживаться слишком долго. Был готов подключиться и подсейвил своего мидера. Да, прекрасная реализация у тиммейта. КК пошел вообще тяжкие. Флайя, скорее всего, никуда не уйдет. Тини бежит на хосте. Ой, как повезло ему с Руной. Закидывает Нотелл с Аленсом. Бегут за Флайем. Самое время, видимо, дынает. Потому что бой достается ему. Ему нужно убегать. Добивает Хао с ножика. Браво. Да, рассчитывал. Тут и не задынаешь. Минус Винга. Отличное использование 6 уровня на Думе. И продолжаю. Тини дает рассказ. Но нужно аккуратно. Красные, красные надо убивать. Надо пушить, пока Ньюби вынуждены уходить на свою базу. Тини далеко. Спектра без ульта. Так что это вышка для OG. Ну, наконец-то. Наконец-то. Да, наглее нужно действовать. Наглее. Одной Винтроверта не хватит. При этом хорошо. ТК собирает себе меку. Смотри, какой необычный выбор. Учитывая его монопул, это довольно интересно. Это риск. Это огромный риск. Да, но мека нужна. Да, но с другой стороны, там стики могут ему ману дать. Может быть, висп, да, будет его захиливать. Много вариантов, которые для него здесь доступны. Но, блин, это слишком большой риск. Мы с тобой видели, как однажды год на инвокере собрал меку, потом собрал Владимир и пошел пушить. Чем для него это закончилось? Что здесь? Формит довольно медленно с такими артефактами и дэмэджи очень мало. Но рассчитывают, что все-таки хватит. Все-таки с формой ДК он становится оранжевиком и получает бонус. ОДЖИ чуть-чуть выходит вперед, сломав два тавра. Практически тысячу золота. Но по экспириенсу ситуация очень и очень ровная. Но я думаю, после того, как Ньюби увидели, что фармит себе Драгонайт, однозначно нужно стараться подраться. А хотя нет, они не видят. Слушай, они не могут угадать-то. И Акс фармит себе жир, такой прочный, вместо того, чтобы быстрый блинк делать. Возможно, даже сделать все вангвард. Да, воу. Я бы на месте Ньюби не дрался. Я бы куда-то побежал. Да, ВГ уже есть. Ну, стандартный такой ВГ, до блинка. Сейчас так играют почти все Аксы. Вообще, если закомбинит хорошо, то есть и шансы. Дарксир своими щитками пробивает любые вангварды. КК подставляется, уходит. Отличный гас, но Дум на Миракла не дает ничего сделать. Хотя Чуань погибает первым мультимейт от Спектры. Тинник закидывает Раскаст. Крит не успевает уйти. Но Тейл также остается здесь. Ему очень тяжело. Спектра явно сильнее в ближнем бою. Тинник отлично закидывает свой Раскаст. И Миракл. Миракл дает станчик. Пойдут ли дальше? Есть еще Акс. Делает телепорт. Стан. Акс. Отличный колл. Как же больно раздает Акс. Колл второй. Но падает ДК. Падает Флай. Остается только Мун. Неужели это минус 5? Спектра идет за ним до конца. И не собирается отпускать. Но нет. Все же отпустило. Слишком рискованно идти дальше. В любом случае, размен отличный для Ньюби. 1300 золота они поднимают. Великолепно забайтили на Винтер Верну. Так получилось, что вся команда ОДЖ стала близко к елочкам. Из этих елочек выбежала Спектра, которая сначала убила Виспа. Потом зарезала Дроу Рейнджер. И, наверное, все построение ОДЖ было сломано. Потому что танки стояли в одном месте, а дамагеры в другом. Нету стана от ДК. Нету раскаста от ДК. За счет Дума. Очень классно, какая выбрал цель. И так еще не ожидал Драгон Найт, что получит этот спал в лицо. Ну да, у него, если есть вариант, на кого кидать Дума, это получается Ли Бакс, либо Драгон Найт. Как бы это смешно не звучало. Потому что там самые полезные сейчас сплы. Как ни странно, да, дровка, как мы видим, если до нее удается добраться, она не самый сильный герой. Так, ну и у Драгон Найта мы видим, что, возможно, ОДЖ немножко поторопились. Потому что если они переживут прокаст от Нюби, то там будет Мека, там будет тизер Виспа и Вангуарды. В общем-то, реген у них имеется. Возможно, нужно подождать тот самый архефакт. Потому что без Мекки, ну, Драгон Найт вообще слишком мало чего в драке делает. С другой стороны, если будет Дум, то Мека ему не особо поможет. Ну, вообще, и это тоже верно. Так что, опять же, Мека здесь под вопросом. Цель номер один он ставит в таком случае для Думы, чтобы не давать кастовать. Забирают первую вышку. Очень много времени теряют, потому что вот они сейчас здесь все бегают, начинают формить вражеские леса. Нюби за этим прекрасно наблюдают, потому что у них стоит вар на входе в свой лес. Территория контролируется. А сами уходят вниз. Да, снизу они вышку тоже забрали. Я бы сказал, что когда вот таким пиком вы идете размен один в один по вышкам, то это однозначно преимущество за нюби, потому что им вообще вышки бить толком нечем. Ну, разве что Тинни там с руки. Да, скорее даже с раскаста пока что. Ну да, он толстым больше всего дэмэджа по ним делает. И вот она появляется, Мека на ДК. Но у ТЛ есть доминатор, фармит эншентов, поднимает нетворс, готовится к очередной атаке ОДЖИ. Я вот сейчас сказал, что можно сделать финт. Это обычно, когда вот они понимают то, что ты можешь выйти, то, что сейчас они тебя будут убивать, поэтому ты типа имитируешь какую-то агрессию во вражеский лес, а после этого резко идешь и бьешь камешек. Камешек, которые дают полезные вещи. Мы так говорим, чтобы... Чтоб нас не услышали. Ну и посмотри, как дум отделся вангвард. Ну, дружи... Плотность, плотность, чтобы вытанковывать. Вот смотри, то, что я говорил. Да, они сейчас вот как бы... Ну, что сделают нюби? Они, естественно, когда никого не видят на карте, они уходят под свои товара. Что сделают УДЖИ? Правильно. Они пойдут рисковать, потому что надо что-то делать. Что сделают нюби, если никого не видят на карте, и при этом видят такой пик? Они могут лишь предположить, что... Все может произойти. Вообще, все что угодно может произойти. Но, видимо, чувствуют. Подходит сюда Виверна. Но ТЛ выходит. Дает хороший гаст. Есть руна Хаст. И кто же ее заберет? Дум на ДК. Колдем Рейс на Му. Спасают его. Как же больно Мираклу. Миракл теряет все хп. Мекку не может заюзать. Деняет его флай. Но это... Это слишком плохо. Без Мекки, без ДК. Вряд ли получится драться. Крит получает камнем по голове. А Тини идет дальше за Муном. Сурдж. Нет. Нет. Слишком толстый. Неужели Рошана сейчас смогут забрать нюби? Или просто отступят пофармить? Ну, прекрасная игра от саппортов. В Колдем Брейс на Му, чтобы его не забрали. Тут же врывается Дум. Дает его в ДК. У которого Мека. У которого Раскаст. Он не может сделать вообще ничего. И разом выключает огромное количество демеджа. Подхила. Дебапов. Я бы сказал то, что вообще прекрасно читают игру нюби. Они, видимо, тоже предполагали, что, возможно, уже попробуют забрать этот камешек. И решили проверить. Раз уж драться в таком проходе, то у нюби преимущество. Это стенка Дарксира по всем. Вакуум. Винтер верно. По кому-то донет. Даст. Винтер Бласт. То есть большое количество ОЕ. Тот же Тинни, если засыпет по всем, это сразу может быть рампашка. При небольшой поддержке. Так что вот же нужно избегать вот таких пространств. Где их легко убить через ОЕ. Ну и в итоге 3.13. Дарксир практически дофармил Мекку. При этом у него есть восьмой уровень. Да. Очень серьезная защита для Дарксира сейчас. И очень серьезная опасность. Вот притягивается. Продает. Можно взять себе Мекку уже. Да. Берет ее. Это важнейший арт. Тяжело будет пробить вот эти сплинтер-бласты. Сейчас закидывать. У Тинни есть Блинк. У Тинни есть Блинк. Да. Вот сейчас можно кинуть Бласт и прыжок. Под щитком. Бежать. Лучше не рисковать. Да. В Кату отличная цель. Попадает по двум корам. Винтер верно. Это наверное вообще один из самых лучших героев против таких пушей. И ты мало того, что носишь очень много дэмэджа. Там по-моему 340. Это многовато для нее. Впреда этим маленький куч. Да. Он плюс у тебя огромный рэндж. Там дикие вообще. И отступают у Джи. Они пингуют наверх. А наверху Хао опять фармит абсолютно один. Его там вообще никто не трогает. Ну наверное нужен Блинк на Аксе. Потому что вот вроде бы он собрал Кримсон. Вроде бы он хочет всех убивать. Но вот незадача. Его игнорируют. Его не трогают. Убивают ДК. Убивают Дроу Рейнджер. Убивают всех кроме него. А он не может подойти с кола. И прям вот эффективно ворваться. Например какого-нибудь Тинника. Он закайтит. И спектрат чуть спряталась. Выход в смоках. Миракл. В инвизи. В инвизи. Ультспектры понимают, что Миракл где-то здесь. Будет ли в какой-нибудь центре. Миракл идет дальше. Миракл. Нет. Дум скастован на Му. Миракл врывается в спину. Релокейт. Пошел. Все. Винтер Виллер. Но и тут же под релокейт дается. Винтер Скёрст. Миракла бьют свои же. Пошел Гаас. Стенка Дарк Сира ставится великолепно. Все под Сайленсом. Но идут вперед. Кака заезжает на Думе. И нечем с ним разбираться. Получается Тан Му. Винга сверху. Идут в атаку Ньюби. Ньюби идут вперед. Уже минус акс. Миракл. Очень мало КП. Хороший рассказ. Висп его подхиливает. Кака продолжает танковать на своем Думе. И Кака удается забрать. Но при этом падает Флай. Очень неплохой рассказ от Тинника. Забирает. Нет. Миракл уходит. Но забирает Нотейла. Также падает Миракл. И это минус 4 в исполнении Ньюби. Шикарная игра от Чуаня. Вот этот вот Винтер Скёрст. Он испортил все планы начать драку. И также замечательный врыв от Хао. Который казалось бы завязал свой ультимейт. Никого не нашли. И понимали то, что ДК бегает в инвизе. Но по-моему сентри у них не было. Но с другой стороны вцепились в акса. И как мы видим, акс без блинка никуда не убежит. Его не отпустили. Да, как ты сказал, его игнорируют. Но в принципе, если его ловят одного, можно быстренько его убить, если ты даешь в него дум. Да, вот у меня еще есть вопрос. Вот Кримсон, так ли он полезен против такого количества нюков? Против щитков Даркфира, сплинтер-бластер, рассказ-то Тинни. То есть, не знаю, по-моему вроде бы артефакт есть, но блин. Нужен блинк. Срочно нужен блинк для акса. Он старается добить. Ну, уже очень близок радианс на спектре. Очень хорошая драка. Она продолжает набирать себе фарм. И 5-17. Очень много киллов забрали ньюби. Казалось бы, по вышкам они забрали всего одну, а потеряли аж целых три. Но по голде мы видим, что 5000 голды сверху, вслед за этим еще 3000 экспы. И это при всем том, что все это время ньюби выступали с позиции защиты. Они все это время защищались, а вот очень скоро начнут атаковать. Да, ну и также Кримсон скоро появится и у самих ньюби. Но Doom его использует по полной. Даже сейчас под Vanguard'ом он заходит, он просто говорит, бейте меня. И вроде бы уже дал весь прокаст, бить его не хочется. Ну и не бить его тоже нельзя, потому что он будет давать Infernal Blade, бить с руки, давать полезную ауру. Земля, которая носит 40 уронов в секунду, это тоже почти как радианс. Тут все замечательно у ньюби по артефактам. Так, ну и вот G в несколькой какой-то прострации находится. Все в пятером стоят на миде, готовят какой-то выход, может быть, байтят. Ну, вообще, наш каменный друг, он все еще стоит, поэтому они чисто теоретически могут туда попробовать выйти еще раз, когда, может быть, стянуть ньюби наверх. С тем же виспом можно попробовать этого сделать, потому что мы пока не видели комбинации с виспом вообще. Он есть, но больше он позиционирует себя как хиллер, как бафер. И сейчас важнейший момент. Поставили сентри, были уверены, что их не видят, но ньюби все видели прямо на обсервер в варде. Да. Разбили смог. Поэтому в такой ситуации ньюби найти будет невозможно. Они просто уходят. Ну, на возвышенность зайти, подождать. Может быть, к ним и придут, потому что БКБ улджи нет, а магии слишком много. Так, ну и вот сейчас находит Дум. Пошел, Спектра ультует. Будет ли ульт в Миракла? Миракл опять получает ультимейт, опять не заюзать Мекку. Акс рывается, уносит Миракла, но Акс остается абсолютно один. Получает 1к, минус. Без Акса драться уже не очень приятно. ДК, вернут ли его обратно? Продавать ВИСПА. Продавать ВИСПА, там нечего ловить 4 на 5. ВИСАТЬО. Ой-ой-ой, прочитал ситуацию. Нултейла выбрасывают наверх. Крит получает Винтерскерс, минус Крит. Отличная игра от Му. Как же он сейчас сыграл? Что он творит? Что творит Му на тине? Да, Му разошелся. Ну, просто фантастические вещи какие-то исполняет. На один шаг вперед всегда находится. В итоге минус 3, минус вышка. И ситуация близка к критической для OG, потому что пик ньюби набирает свою силу и остановить их сейчас будет невероятно тяжело. Да, причем, если бы мы говорили о геймченджере, то, возможно, ну, какой-то акт, который ворвется в пятерых и все. Пик OG подразумевает то, что у них будут артефакты, то, что они все будут с руки, потому что очень много райт-клика. Но если посмотреть на нюки, то, блин, там, по-моему, один нюк у Драгон Найта и все. Ну, и вискли. Да, флай врет. Куда он отсюда не уйдет, подходит туда КПА, Винтерверна, что они забирают фраг. Продолжают они нестись, забирать все вышки, а OG, в свою очередь, теперь стараются как-то постараться в защите отыграться. Да, ну и Акс купил худ, то есть блинка не будет, и без блинка он не сможет ворваться. Ну, артефакты Акса, конечно, удивительные, сказать здесь больше нечего. Решил потеплее одеться, надел кирасу, надел сверху этот худ. Ну, что-то как-то слишком горячо ему от дума, от раскастов. Может быть, стоит задуматься о блинке, но сейчас уже, честно говоря, непонятно, поможет ли. Да, сейчас, наверное, уже поздно, потому что Спектра нажимает ультимейт, и никуда не придешь, поэтому, возможно, какой-нибудь портставчик или что-нибудь там еще такое, что поможет подойти. Так, ну и шанс перевернуть сейчас, потому что находятся в том самом месте игроки OG. Ну да, это вот то, о чем мы с тобой говорили, единственное, что... Ой, 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 как опасно. И если сейчас зачитают Ньюби эту ситуацию, а Ньюби готовы. Ньюби заходят в Виверна в потрясающей позиции. Винтерскерс по всем вакуум-стенках. Какая казнь. Команды OG, они все-таки забирают Рошана. ДК берет Аегис. Сюда врывается Тум, Тини. Все красные. Лопается вся команда OG. Выбивают Аегис. Минус Акс. Это минус 4. И Ресетс после Аегиса Миракл. Также он отсюда не отступит. Какая комбинация. Это почти как Эхо Слэм на 5 миллионов долларов сейчас было. Это был Винтерскерс. Возможно, на 500 тысяч. Ну или как минимум на выход в гранд-финал. Ну это был риск. Что еще сказать. Наверное, единственное, что вообще могли OG сделать, это попробовать по-быстрому забрать Рошана. Но Ньюби прекрасно читают и они охраняют. Да, опять на 25. Падает Тир-2 в миде. И продолжают давить. Ньюби очень сильные. Причем они могут и не торопиться, но они не хотят давать сопернику шанс. Они продолжают давить. Я думаю, они заинтересованы в том, чтобы выиграть быстро, потому что им придется еще играть и в гранд-финале, а тут время-то нужно экономить. Но с другой стороны рисковать не хочется, потому что кто его узнает, как там получится по Тир-3. Зал продолжает поддерживать Чуаня. Что там у Чуаня вообще по КДА? Ну, он, конечно, выполняет здесь действительно большой объем функций, но я бы сказал, что Му эту игру тащит для своей команды главным образом. Я бы сказал, что все они тащат. Я вот недавно общался с KPI интернет этой игрой, спросил, кто у вас капитан, кто у вас координирует. И вот они сказали, что КК, ну, как бы он выполняет львиную долю работы. Вот на думе, как у Пан там на том же мейжере Шанхай, просто идет, впитывает, и дальше говорят, ребята, вы знаете, что делать, ну, вот, справляется со своей задачей. Немножко у нас небольшая пауза. Ньюби забрали от ВРА. Осталась только одна вышка на верхней линии, и решили немножечко пофармить. 13 тысячных ворса от Спектры, 10 от Тинни, 9 от Дарксира. Ну, наверное, остался последний штрих. Это Тарасочка на Спектре, чтобы был какой-то регент. Можно было подходить, бить вышку, а потом убегать. Ну, и какая-то Винтерверна будет очень круто тебя захиливать, учитывая то, что хил идет в процентах ПХП. Так, вот, нашли. Так, Спектра дает ультимейт в Крита. Дроу Рейнджер сразу понимает, чем это пахнет. Пытается улететь в Крит. Неужели получится? Нет, вакуум и КП был на месте. Но было очень красиво. Минус Висп, Дроу Рейнджер спасается. Да, отличная комбинация вновь. Точнее, даже не комбинация, а поддержка всей командой. Ну, и вот он, тот самый финальный штрих, о котором ты говорил. Тараска появляется у Спектры. Да, тут вообще много финальных штрихов. Если посмотреть, это и Владимир на Думе, и Гуардиан Грейс на Дарксире. И вообще имеют все необходимое, чтобы можно было прям вот так вот пойти и ультимативно зайти. В свою очередь, Мун сейчас фармит крипов, потому что, в общем-то, больше ему ничего не осталось сделать. Ну и Миракл. Миракл думает, как так получилось? За что? Да, Мека не очень помогает, когда ты в Думе. И фармить не помогает, и дэмэджа нету. Ну, выбор, конечно, был интересный. Юби подкушивает последний тир-2 тавер. Уже просто УДЖИ сидят на базе практически все, кроме Ноутейла, который продолжает фармить в одиночестве, даже без виспа. Находится где-то на нижней линии. А пока что сохраняют концентрацию. Может, еще попытаются как-то при заходе на хайграунд что-то сделать. Хотя Ньюби не торопится. Может быть, они подождут Рошана. Но вроде бы только недавно его забирали. 15 тысяч золота. Вот взглянув на пик, казалось бы, что если кто-то будет вести 15 тысяч на 30-й минуте, то это скорее УДЖИ. Но Ньюби нам показали, что они этим пиком... Они не согласны. Максимально выжили все соки. Да. Не согласны. Так, и выход с маках. В выход с маках находят кого? Муна. Муны видят. На миде Миракл. Отцепляют Мираклу больно. Какая идет за ним? Инфернал Блэйд. Земля. Вакуум. Мека. Но минус Миракл. И это мега килл для КП. Ну, теперь осталось зайти. Выход по миду. Дровка. Попытается, может быть, как-то что-то сбить. Спектрик. Хотя что избивать? У нее же ультимейт. Ну, с Тараской не пробит. Дроурейнджер. Использует. Понимает, что Дроурейнджер рядом. Тини. Ворвался на базу. Дум на Акса. Винга проседает. Пытаются Акса откилить. Под Фонтан. Минус Винга. Два героя на Фонтане. Дроурейнджер находится все еще снизу. Решает не приходить на деф-базы. Ну, и возможно... Да нет, нужно, наверное, возвращаться. Ничего она не успеет здесь пушить. Есть телепорт. Падает Тир-3 на миде. Тини. Врывается в крита. Минус крит. Ничего не успевает сделать. Мега килл от Му. И падают барахи. А вот и Блинк. Блинк на Аксе. Самое время. Так что он что-то продал. Нет, ничего не продал. Где-то зафармил. Ну, и сейчас подождать Виспа и Вингу только надо. Правда, пока будут их ждать, упадут барахи. Спектра. Мун. Позиции. Мун также подходит. Собирается залетать. Падает барак. Номер один. Акс чувствует их. Все, ворвался Акс. Ворвался Акс. Демеджа нету. Вакуум. Винтер. Скёрт. Все бьют своих. В итоге залетает массовый проказ. Сноутейл. Свапывает его. Пытается убежать. Акс. Еще один отличный колд. Но слишком прочный герой у Ньюби. Хао. Есть шанс забрать. Колдемрейс. И Хао живет. Мун. Мун. Погибает от щитков Дарксира. Гуд гейм. Гуд лак. И команда Ньюби выходит в гранд-финал. Ну, что еще сказать? Потрясающе играет Ньюби. Да. Хао ни разу не умер в этой игре на спектре. У него... Давайте посмотрим его статистику. У него 11-0-17. Такая тяжелая, казалось бы, игра ждет Ньюби. Но свой драфт, как мы уже сказали, очень хорошо использовали. И им предстоит встреча до трех побед с командой Liquid. Ну и перед тем, как у нас начнется гранд-финал, вас еще ждет многое. Но главным образом интервью с одним из игроков. Требуем Чуани. Ну что же, ребят, давайте еще раз поаплодируем Кейби. Для одного, пожалуйста, пожалуйста. Просто один вопрос, потому что я не могу задать вас. Какой тяжелый это было? Очень тяжелый. Да. Они большие фанаты Шуани. Они не дают... Нет, 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 нет. В этом вопросе, вы будете ждать один час. Что вы будете делать? Что вы будете делать? Я думаю, мы просто поговорим о этих игр. и посмотреть на Ликвиде, хотя мы уже есть. Что сейчас будет? Сейчас будет короткая аналитика. Действительно, короткая. А после этого у нас начнется маленькая развлекательная программа. Вы знаете, что по правилам любого турнира... Чуань!